Папины, документы, да, смотрела, что-то расспрашивала, но это отдельная тема для разговора, поскольку у нас семья интересная, и фамилия интересная, и родственников у нас очень много всюду, поэтому это такая глобальная тема. Калинин Владислав Юрьевич. Я читала до этого книгу Александра Дюма, вот, «Черный тюльпан», фехтование, классика, но замечательно, просто странно, что вот не снимается по этому фильму, по этим книжкам. Татьяна Москва. Татьяна, спасибо за ответ на наши вопросы, обязательно приедем в спектакль, скажите, а Машенька на кого больше похожа, на вас или на Ваню? Вы знаете, Маша родилась абсолютно с Ваниной лицом, поэтому мы ее называем девочка Ваня. Вот, от меня у нее только уши пока. Но говорят, они меняются, наверное, что-то еще поменяется. Василиса, повлияли ваши родители на выбор профессии? Кто первый придумал стать актрисой, вы или Ольга? Нет, родители никогда не влияли на наши интересы, всегда мы все выбирали с сестрой сами. А кто придумал, никто не придумал, просто в какой-то момент мы поняли, что хотим заниматься именно этим, быть на сцене и работать для зрителей. Калинин Владислав Юрьевич, 16 лет. А сложно ли вам было учиться в театральном классе в Калининградском лицее? Спасибо. Нет, учиться было несложно, потому что учились мы с удовольствием, было очень интересно. И спасибо огромное моему любимому Борису Ивановичу Бененсону, огромного вам здоровья и творить побольше того чуда, которое вы творите для всех, для нас и для тех, кто у вас сейчас учится. Ксюша, здравствуйте, Татьяна, вы мне очень нравитесь с сестрой, а какие вы по характеру? По характеру достаточно разные, я вспыльчивая часто, Оля более спокойная, а вообще мы веселые, с юмором, легкие на подъем, вот, наверное, поэтому занимаемся этой профессией. Екатерина, любимая книги уже отвечала, в каких телепроектах мы можем вас увидеть. Я говорила, что пока занимаюсь выбором, снимаетесь ли вы в новогодних программах, а пока не снимаюсь. Коробков Владислав, Татьяна, вы замечательная актриса, можно узнать, какой вуз вы закончили. Я закончила театральный институт имени Щепкина в Москве, в 99-м году я поступила, в 2003-м окончила. Спаева Марина, здравствуйте, Татьяна, вы просто очаровательная девушка и талантливая актриса, всегда с большим удовольствием смотрю фильмы и передачи с вашим участием. Скажите, пожалуйста, как вы все успеваете и в кино сниматься, и в шоу, и при этом так потрясающе выглядеть. Просто находитесь в гармонии с самим собой, занимайтесь любимым делом, делайте то, что вам хочется. И тогда все будет вот так. Ирина Васильева, Омск. Мне показалось, что вы бесстрашная. Интересно ли вам участвовать в экстремальных проектах, поехали ли вы сейчас на остров. Мне предлагали ехать на остров. Честно, очень страшно, потому что очень боюсь всяких насекомых. В жизни бы не съела какого-нибудь таракана или улитку. Бесстрашная, наверное, это доля моего авантюризма. Потому что, когда входишь в раж, занимаясь чем-то, в частности, ледниковым периодом, то хочется все попробовать. А когда еще и что-то получается, то пробуешь еще больше, еще больше, еще больше. И там совсем теряешь бесстрашие. И потом со стороны смотришь и думаешь, боже мой, как же я это могла сделать. Это же ужас, как тяжело и как страшно. И где-то голова около льда. Колова Татьяна Анатольевна. Танюш, это очень красиво. Я желаю тебе счастья. А счастье, на мой взгляд, это отсутствие несчастья. Спасибо огромное. С вами абсолютно согласна. Спасибо. Олег. Я понимаю, что вы замужем, но расскажите ваш идеал мужчины. Хотелось бы, чтобы меня полюбила девушка такая, как вы. Трогательная, интеллигентная и красивая. Вы знаете, вот такая девушка, как я есть, это моя сестра, но она тоже, к сожалению, замуж. Или, к счастью, Олег. Идеал мужчины. Ну, наверное, мой идеал мой муж. Веселый, добрый, открытый, надежный. Вы обязательно встретите свою вторую половину, потому что у каждого она на земле есть. Александр Терехин. Татьяна, скажите, пожалуйста, когда выйдет фильм «Сердце врага» с вашим участием? Расскажите про съемки, сложно ли было играть на немецком языке. Спасибо. Удачи и любви. Спасибо огромное. Вы знаете, сама с нетерпением жду выхода этой картины. Картина тяжелая. Она такая вымученная мною и Сашей Высаковским режиссером, и Андрюхой Чадовым, и Маркусом Кунц, который снимался, и наш немец, замечательный красавец. Конечно, трудно. Иноязычные роли, они всегда трудные. Когда эта роль связана еще с определенным менталитетом, плюс эта роль связана с определенным временем, в котором существуют герои, было очень сложно. Поэтому очень хочется, чтобы зритель когда-нибудь увидел эту картину. Очень хочется поделиться нашей такой историей. Она ни в коем случае не о фашистах, она прежде всего о людях. О том, что и в Германии во время мировой войны, и в России, в Советском Союзе, были прежде всего люди, которые на войне теряли, любили, провожали. Все получали похоронки с обеих сторон. И везде были неполные семьи, везде оставались люди на полях сражений. Вот об этом фильме, о любви, он поэтому называется «Сердце врага». Акопов Александр Рафаэлович Ереван. Ух ты, сердце у меня сейчас забилось. Здравствуйте, Татьяна, я уже давно поклонник вашего творчества, считаю вас одной из самых красивых, самых главных ярких актрис нашего времени. Спасибо. Хотелось бы познакомиться с вами в реальности, хотя четко понимаю, что это нереально. Один вопрос, какое самое главное слово для вас, что оно определяет в вашей судьбе? Искренне, с теплом, Саша. Александр, спасибо огромное. Почему вы так настроены, что мы никогда не увидимся нереально. Мы ездим по гастролям, вполне может быть, что мы приедем и в Ереван. Почему нет, я знаю, к вам приезжают спектакли с гастролями. В жизни все бывает, главное верить. Самое главное для меня слово сейчас, наверное, дочь. Потому что сейчас от нее зависит вся моя жизнь. Сейчас она является точкой отсчета всего. Она сейчас определяет все в моей жизни. Самый такой мой главный человечек. Тамара Семеновна, расскажите о съемках сериала «Лапушки». Я уже отвечала на этот вопрос. Майра Александр, 27 лет, Мюнхен. Здравствуйте, Татьяна. Какой жанр книг вы предпочитаете читать? Что уже я рассказывала об этом? Хижнякова, здравствуйте, Татьяна, Казахстан. Вы участвовали в проекте «Первый канал. Дневникой период»? В каких проектах? Я уже отвечала тоже, опять-таки, на этот вопрос. Василиса, согласились бы вы на комические роли? Конечно, согласились бы с удовольствием. Это очень интересно. Я говорю, мне не очень нравится, когда я все время участвую в каких-то ролях таких с одной гранью. Островухова Наталья Владимировна, Московская область Королев. Татьяна, как вам удается оставаться в любое время года, в любую погоду, в отличной форме? Гармония, гармония, гармония. Костюхин Александр Александрович. Сложно сниматься в фильме? Сложно, потому что это труд, труд сердцем, душой, поэтому, конечно, сложно. Я стараюсь затрачиваться, потому что работаю для зрителя. Зрители всегда чувствуют, как работает артист. И если работать честно, тогда это будет попадать в человека. Есть ли у вас свой сайт? Нет, своего официального пока нет, но, надеюсь, что будет. Сколько вам лет? Мне 27 лет. Как попасть на Первый канал? Ну, вы знаете, наверное, не ко мне вопрос. Я боюсь. Здесь обязательно кто-нибудь будет с Первого канала, когда-нибудь вы ему зададите этот вопрос. Калия Малькина, Екатерина Борисовна. Скажите, сколько будет идти сериал? Ну, там 8 серий, поэтому, наверное, скорее всего, 2 недели. Вот, считайте, с понедельника, по-моему, по четверг. Катюшка, привет. Тебе нравится твоя роль в сериале «Лапушки»? Да, конечно. Нравится, я никогда не соглашаюсь на роль, который мне не нравится. По-моему, замечательная, смешная героиня. Соколова Елена. Татьяна, здравствуйте. Какую бы страну вы хотели посетить? Вы знаете, очень хотела бы попасть, наконец-то, во Францию, потому что не была там совсем, была в Париже, только в аэропорту. И хотела бы посмотреть Италию. Безумно красиво, была там только во Флоренции, вот хотелось бы как-то ее побольше объять. Марушкин Юрий, Москва. Не знаю, где снимались, но выглядит сногсшибательно. Спасибо. Знаете, надо было это тоже приятно слышать, потому что, когда встречают, люди говорят, ой, я вас знаю, как-то кажется, сразу же немножко отношение, ну, вроде как, вот актрисы мы знаем, немножко другое. Когда человек не знает и говорит, выглядит сногсшибательно, уверена, это очень честно. Спасибо. Бутова Светлана Сергеевна. Здравствуйте, Татьяна. Хотела бы узнать у вас, есть ли шансы работать в шоу-бизнесе после 21 года. Вы знаете, шансы есть всегда. Нужно желание, терпение и упорство.